Открывают двери. По стране начались первые заезды детей в летние оздоровительные центры. Чем отличаются летние лагеря? Что нужно знать родителям при выборе места летнего отдыха для своего ребенка? И кто может рассчитывать на бесплатные путевки? В сюжете Людмилы Батюшкиной. Яна Чалая – одна из тех 240 счастливчиков, которым удалось пробиться на отдых в загородный лагерь «Факел» в числе первых. Путевки на это лето, по словам руководства, уже все раскуплены. Яна здесь уже в пятый раз и, надеется, не в последний. Большая часть мальчишек и девчонок здесь тоже не новички. Все они уверены, что отдых в загородном лагере невозможно заменить ничем. У меня во дворе меньше друзей, чем тут. Хоть даже я еще и ни с кем не познакомилась, но думаю, я найду новых друзей. Строимся по двое. Девчонки туда, хорошо? Аккуратно поднимать ходить. Первым делом отряды идут в своеобразную кругосветку, то есть с экскурсией по территории. Первый день в лагере полон суеты, дети начинают узнавать правила и законы лагерной жизни. Задача педагогов – как можно более загрузить ребят, чтобы у них не осталось времени скучать. Построй лагерной жизни! Сдается факелом! Вообще конкретной тематики я не делаю обычно, потому что я считаю, что это скучно, и за дня в день дети, ну им нужно какое-то разнообразие, они не любят этого. Я делаю каждый день какой-то новый. У нас будет и камеди-факел, и факеловидение, день легенд-факела, обязательно понятно открытие-закрытие смены. Будет очень много интересного стартин, этот танцевальный марафон. Каждый сезон будет какой-то новый интересный праздник для детей. Цены на детский отдых по Казахстану разнятся. Можно найти путевку за 30 тысяч за сезон, а можно и за 40 тысяч в день. В лагеря сегодня появились обучающие, языковые, спортивные, геологические, исторические. В последних устраивают рыцарские турниры и реконструкции. Однако, по мнению педагогов, главное, что нужно выяснить родителям, насколько обеспечена безопасность в лагере. К примеру, выдали ли санэпидемиологи разрешение детскому центру, будет ли инструктор при купании, кто работает вожатыми. В дешевых лагерях не исключено, что с детьми будут работать студенты без опыта. Безусловно, очень хорошо работает сарафан на радио. Это отзывы, да, отзывы родителей, которые уже отправляли детей. Далее, достаточно в интернете информации, где можно набрать. Ну и, безусловно, очень, наверное, стерегаться чего-то нового, спецпредложений. Лучше в ближний раз перестраховаться. Бесплатные путевки или со скидкой выделяются областными и городскими организациями образования для детей из социально незащищенных слоев населения. Психологи же советуют задуматься над тем, что поездка в лагерь – это уникальный жизненный опыт, когда ребенку придется обходиться без родителей. Есть шанс, что это поможет ему стать самостоятельнее и приобрести уверенность в себе, если воспитатели найдут верный подход к ребенку. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Евгений Макаров, 5 канал.